Может, давай записывать каждый год подкаст, чтобы понимать, насколько у нас, пусть будет журнал нашей неадекватности, нашей адекватности, или как бы это пусть будет тест, да? Мы научились чувствовать себя одинокими, мы научились агрессировать, мы научились замыкаться, мы научились обобщать, что все плохие, мы научились говорить мысли, что я никому не нужен, вообще никому никому не нужен, да? Вот, вроде нормально, да? Вот такой. И вот оно искривляется, пространство и время. Рядом с этим массивным объектом. Ай, хера себе. Пока не могу комментировать, это прям, знаешь, это очень так сильно отражает мою текущую реальность, и тоже интересно, почему я к тебе обращаюсь на ты. Артём Владимирович. Куаныш. Добро пожаловать в Казахстан еще раз. Мы с тобой записали «Первое зеркало» ровно 15 месяцев назад. 15? 15 месяцев. И 3 месяца, да? И 3 месяца, да. И прям это было такое очень классная история. Это же первый раз, когда я на русском языке записывал, да? И там были много вопросов. Те люди, которые знают, не знают, ну, надеюсь, в контекст потом зайдут. Той для меня человек, ну, давай скажем, проводник в эту сферу, в сферу осознанности и через психологии, каких-то других практик. Я всем говорю, что ты в свое время, когда у меня были суицидальные мысли, ты был рядом, благодаря воле Аллаха, второй раз ты был рядом со мной. И когда, учитывая, что я живой, как бы, твой вклад в это нельзя, нельзя переоценить. Вот, но еще есть, как бы, хороший такой вопрос есть. Хуанш, учитывая нашу казахскую ментальность, раз ты, для тебя, Хуанш, Артем, важный человек, даже ты посвятил ему книгу, почему ты к нему обращаешься на ты? Я помню, когда первый раз я обращался на вы, Маска, ты отругал, говорит, так перестань обращаться на ты. Это диссонанс у многих людей. У нас почему из-за того, что скоро будет 10 лет, как мы с тобой общаемся, мы привыкли, а вот для многих людей так. Мне тоже что-то интересно, почему я к тебе обращаюсь на ты? Просто интересно, почему разговор у нас такой? А мне всегда было комфортно на вы, ты первый человек, к которому я обращался на ты. Почему ты запретил мне обращаться на вы? Слушай, ну у меня на самом деле, знаешь, как это, из школы вызывали какие-то нормы, общепринятые шаблонные нормы, ну в смысле в них нет ничего плохого, да, естественно, вот, просто во мне они вызывали всегда какой-то бунт, я не знаю, то есть это какое-то свойство моей психики, то есть вот то, что принято, я всегда, я помню, я, ну прям, сильно очень, ну когда еще был в школе, учился, сильно очень заводился, ну так эмоционально, да, и просился объяснить, ну почему вот вы считаете, что это так, почему вы считаете, что это так, да, и поэтому вот норма, норма называния человека на вы, для меня вообще не принципиальна. Не принципиально по какой причине? Потому что, в принципе, мое состояние, оно от этого не меняется. Вот, что ты обращаешься на ты, на вы, не знаю, то есть я не чувствую себя ни более в уважительной позиции, ни более в унизительной позиции, в зависимости от того, как там произнесли эти две буквы, да, вот, поэтому для меня это не принципиально, но вот для другого человека, когда он формулирует «вы», он как будто бы вкладывает в это что-то такое, что может искажать реальность, вот, и мне кажется, сегодня у нас вот будет наш подкаст, наше общение посвящено такому термину, знаешь, я вот ехал, думал, коэффициент искажения, вот, то есть я не думаю, что я придумал, что ты, что я это придумал, это просто вот как слова ко мне такие пришли, что наша жизнь, она, ну, по сути, вот, если мы возьмем слово, что такое успех, ну, вот успех, как успех, да, не в смысле успех, как какое-то внутреннее состояние, нет, вот конкретно, что, что такое успех в общечеловеческом понимании, да, вот для меня, мне кажется, успех – это мера, с какой итерации ты получаешь то, что хочешь, то есть, по сути, с когти требуются итерации, чтобы удовлетворить твою потребность, ну, вот смотри, если мы видим какого-то человека, мы не говорим про его внутреннее состояние, да, может быть, в клинической депрессии, там, в тревоге, нет, я сейчас только про внешнее проявление, и мы, когда человеку говорим, вот он успешный, что это понимается под этим, да, это понимается, что он что-то захотел, придумал, сделал какое-то количество итераций, у него это получилось, и получилось с меньшим количеством итераций, чем, там, у менее успешных, да, то есть, и, например, я могу, что такое, я успешный в питье воды, это значит, я, у меня есть потребность попить, я знаю, где добыть воду, какое попить и поставить стакан, значит, вот если бы я это делал с сотой попытки, да, то вряд ли меня можно было назвать, там, успешного в питье воды. Так вот, к чему я это все говорю, к тому, что коэффициент искажения, то есть, то, насколько мы воспринимаем реальность, свою внутреннюю реальность, внешнюю реальность, она проходит через фильтр, ну, через какие-то фильтрующие системы, да, сейчас мы об этом детально поговорим, и получается искажается, и вот то, насколько это коэффициент искажения близок к единице, не к нулю, потому что если 0, я вообще ничего не соображаю, к единице, да, тем, как будто бы кажется, что я буду более успешен, то есть, мои действия будут более адекватные. Ну, например, есть какой-то комик, не суть, в общем, он выступал, он такой сидит, я приеду в Америку, поступлю в колледж, значит, буду ходить на футбол, пить американское пиво, ну, вот, и он говорит, ну, так специально, и там очевидно, что он вообще как бы, ну, не в реальности, то есть, что его идея переехать там в Америку, она ни на что как бы по факту не опирается, то есть, он ни язык не знает, у него ни визы нет, он не знает, какой получать, да, и он как бы фантазирует, и получается, что его коэффициент искажения восприятия себя или восприятия этой задачи или поездки отдаляет его от этого, да, и я вот понял, что все, что делаешь ты, все, что делаю я, в том числе сам с собой, да, это попытка привести вот этот коэффициент, ну, ближе к единице. Ближе к норме, да, я под твоей, так сказать, координацией дальше иду, развиваюсь в психологии, и недавно поступил в магистратуру, и первым делом, то, что там было у нас, как бы, ну, давали определение психики. Да. К своему стыду я понял, что я там оперировал другими, так скажем, ну, такой, более субъективными, да, понятиями, вот, и вот академические определения я начал, ну, прослеживать последнюю неделю-две, и все эти люди, которые слышали этого, ну, там, по-другому вот начали воспринимать, да, я хочу прочитать. Психика – это системное свойство высокоорганизованной живой материи, я так понимаю, мозга, заключающегося в активном отражении субъектом объективного мира, первое – отражение, в построении неотчуждаемо от него картины мира, то есть, как бы, отражения, картины мира в голове, и регуляция на этой основе, на основе картины мира, своего поведения и деятельности. Когда я рассказывал, знаешь, люди что говорят, первую очередь, я сказал потом все, а что у всех в голове получается своя картина мира? Казалось бы, очевидный факт, все пословицы об этом, да, говорят, там, сколько людей, столько мнений, да, но вот это определение, Артем, знаешь, там, четко, ну, сколько академиков работало, что с вареной каждого слова, да, вот об этом я хочу поговорить, да, то есть, как бы, вот, картина мира. Ты, как я говорил, мне очень сильно понравилось. Марш, давай записывать каждый год подкаст, чтобы понимать, насколько у нас, как пусть будет журнал нашей неадекватности, или нашей адекватности, или, как бы, это пусть будет тест, да. Мы с тобой год назад говорили, вот, и за год в этой истории, какие у тебя инсайды, или там, что ты понял? Да, давай немножко, как я делился, да, что мы, смотря на свои прошлые фотографии, там, пяти-десятилетние, мы иногда даёмся, ну, диву. То есть, типа, ой, ничего, я такую одежду носил, но можно какие-то фотки поставить, и мои пришли пару фотографий, ну, с одеждой, да, типа, ну, в тот же момент, когда это было, я же вообще себя, ну, вот, типа, да, ты же себя вообще нормально тогда чувствовал, да? Да, ты же такой, ну, вообще всё норма, вот, вроде нормально, да. И я понимаю сейчас, что вот картина мира, или, по сути, а что такое картина мира? Это набор базовых каких-то убеждений, правил, мыслей, ощущений, да, что он, похоже, устаревает, ну, не то, что устаревает, но при взгляде назад тоже можно сказать, слушай, а как я вообще мог себе позволить вот такое говорить, да? Поэтому я хочу сейчас, как бы, что сделать? Первое, это как, я не знаю, на той фотографии у тебя носки чёрные были? Ну, вроде, ну, условно, то есть, носки не сильно изменились, да? Ты их продолжаешь носить, ну, чёрные, то есть, носки не изменились. Вот, поэтому начать с того, как бы, что не изменилось. Типа, какие носки, да? Значит, смотри, я по-прежнему считаю, и я не нашёл в этом разубеждения, нахожу только подтверждение, да? Считаю, что, ну, естественно, картина мира каждого человека, она, ну, своя, это очевидно, да? Значит, но есть факт, который очень важный. Дело в том, что вот та информация, которая мной воспринимается и момент, когда вот эта конструкция в голове конструируется, картина мира, это два, как бы, разных момента. Ну, то есть, есть какой-то поток, ну, входящей информации, то есть, по сути, что я вижу, что я слышу, что я читаю, вот есть какое-то информационное облако, да? Вот это информационное облако, оно со мной взаимодействует, я через глаза, через уши, ну, так что понятно. Сенсорно, да. Да, сенсорно. И дальше в голове я наблюдаю какие-то идеи об этом, да? Так вот, что, что во мне не изменилось? Значит, я по-прежнему очень чётко это осознаю и понимаю, что момент появления в моей голове вот этой картины мира, это не момент настоящего. То есть, когда у меня в голове появилась какая-то мысль, появилась какая-то идея, когда я что-то понял, вот момент этого понимания не является настоящим моментом. Это прошлое, которое является результатом работы этой фильтрующей системы, да? И мы здесь на видео можем показать опять пару примеров этой фильтрующей системы, ну, как, например, в зависимости от того, что мы читаем, то мы слышим, да? И вот если себе глобально, мы там пример сейчас запустили, вот пример закончился, да? Если глобально мы сейчас, я задам вопрос, а что реально было на этом видео? Ну, как бы, а как ответить? Потому что я слышал 50 разных, там, 30 разных версий, да? И это факт номер один, ну, который не изменился. То есть, мое восприятие зависит от некой системы фильтрующей. И что самое интересное, что и внутри моей головы мысли, которые рождаются и мысли, которые осознаются, это два разных момента. То есть, понимаешь, да? Да. Ну, в смысле, я знаю, что ты понимаешь, что я так для нас всех, да? То есть, есть условно внутри меня две вот таких каких-то пластины. То есть, первое, отфильтровывает через призму моих убеждений, мы сейчас коснемся, через вот этот фильтр, входящий поток информации. Да. Дальше, есть фильтр, который внутри меня. Вот здесь мысль сформировалась, их сформировалось пять. А до сознания дошла только одна. И я эту мысль наблюдаю и говорю, ой, у меня появилась идея. Нет, у тебя до этого было пять идей, или пять миллионов, или пять тысяч. Но прошла одна, и момент, когда ты ее осознал, это не момент, когда она появилась. И, исходя из этого, я очень четко понимаю, что настоящие изменения, они случаются не потому, что я раздобыл, добыл какую-то новую информацию, новый инсайт или что-то там понял. Нет, потому что система фильтрующая претерпела изменения, да? Да. Так вот, вопрос в чем? А что это за система такая? Да, то есть, по сути, это и есть вот система, которая вносит вот этот коэффициент искажения, да? Сейчас мы поговорим. Это то, что у меня осталось, как носки. То есть, в это я продолжаю верить. Значит, вторую тему, в которую я тоже верю, что регресс в стрессе, он тоже имеет место быть. И регресс в стрессе, я не помню, в прошлом мы подкасте это говорили или нет, но я напомню. То есть, регресс в стрессе – это эволюционный механизм отката к нашим более ранним моделям поведения, потому что эволюция считает, что если мы с тобой здесь сидим, то мы с тобой дожили до этого момента. Это было правильно. Да, только благодаря тому, чему мы научились в детстве. Так считает эволюция, да? Теория. Теория, все уже с поправочкой. Вот, но то есть... Но мы в детстве научились не только бегать, драться, забираться, кусаться. Мы научились чувствовать себя одинокими, мы научились агрессировать, мы научились замыкаться, мы научились обобщать, что все плохие, мы научились говорить мысли, что я никому не нужен, вообще никому никому не нужен, да? Куча еще было какого-то более раннего детского опыта, помимо каких-то выживательных полезных стратегий, да? И получается, что при психоэмоциональной нагрузке мы откатываемся туда. И получается такая тема, что вот у нас есть вот эта вот фильтрующая система линза, да, которая через призму которой в нас залетает какая-то информация. И мы, по сути, все, кто с собой что-то делает, это так или иначе нацелено на то, чтобы эту линзу выпрямить, да? Но регресс в стрессе, она может быть идеальная. То есть человек может иметь, как я, несколько там тысяч часов психотерапии, да? Но регресс, если мы не понимаем его и не чувствуем, он ее опять как бы на какой-то момент может сделать выпуклой, и мы становимся опять неадекват, да? То есть вот это пересечение этих двух механизмов, то есть наличие этой фильтрующей системы, над которой я работаю, и регресс, который эту фильтрующую систему еще сильнее сжимает, я в них по-прежнему верю, да? Это значит, что если я хочу быть успешным, то есть более адекватно действовать реальностью, то есть когда я хочу пить, не искать пустой стакан, а искать, ну, воду, да? Мне нужно работать с собой, как будто бы в двух направлениях. То есть первое направление – это выпрямлять эту фильтрующую систему, да? И второе – понимать, как работает регресс, чтобы как бы он ее там дальше не сгибал, да, эту линзу. Ну или сгибал, но временно, и я ничего не делал, пока она там согнута. Вот, и дальше, в принципе, последний год или сколько прошло время с этого подкаста, я продолжал пытаться понять, из чего же состоит вот эта фильтрующая система, да? И там, чем больше мы ее изучали, тем больше становилось какое-то состояние безысходности от того, что там конца и края нет. Ну, то есть мы начинали условно с мыслей. Потом мы понимали, что мысли – это некая… Производная. Производная, да, от наших правил, от наших жизненных стратегий. Наши жизненные стратегии – это некая производная от глубинных убеждений, да? Ну, мы сейчас проговорим, люди это поймут, и я это понимаю. Ну, то есть если у меня есть глубинные убеждения, мир опасный, значит, я все контролирую, пытаюсь все контролировать, да, например, чтобы не столкнуться с опасностью. Значит, если я все контролирую, то на уровне моих мыслей, у меня голова подкидывает мысли там, таблички составлять, если мы говорим про бизнес, или жене написывать сто раз, или чекапы проходить, бесконечно себя контролируя, да? Если я чувствую себя дефектным, специально такое слово использую, просто чтобы в глубинном убеждении написано схема дефектности, да? То есть если меня в детстве критиковали, я чувствую, что со мной что-то не так, значит, чтобы не столкнуться с этой идеей, я буду красавчиком, буду постоянно стараться себя улучшать, обучаться, делать пластические операции, неважно, когда. На верхнем уровне у меня будут мысли, что, ой, классное какое обучение, мне надо еще обучение пройти, мне надо еще себя улучшить, мне надо еще что-то изучить, понять, еще очередной диплом получить, как ты, кстати. Конечно, конечно, я сейчас слушаю себя, да. Еще очередной диплом получить, хотя он может быть очень полезен, да? Вот. Либо схема брошенности, то есть я, например, меня бросили, это моя схема, значит, я брошен, вот, значит, надо ни с кем, условно, там, не ссориться, или наоборот, ни с кем не сближаться, или наоборот сближаться, чтобы не быть брошенным, да, вот, значит, на верхнем уровне, там, ну, смысле, на уровне мыслей, мысли могут быть такие, слушай, ну, я живу, люблю, там, ну, ничего, что пьет, я потерплю, там, и так далее, да. Вот. И это очень хорошее концептуальное описание, это система, фильтрующий, да, потому что если у меня есть глубинное убеждение, что мир опасный, то я и живу с идеей, что надо все контролировать, то я из мира, и мои действия направлены на, как бы, воплощение этой страты, да. Дальше я понял, что, слушай, ну, хорошо, ну, вот есть глубинное убеждение, и похоже, что это глубинное убеждение сформировалось даже под влиянием каких-то, ну, конкретных жизненных событий. Кого-то в машине забыли, кого-то в магазине потерялся, кого-то бабушке отдали, кого-то критиковали, кого-то, не дай бог, били в детстве за неубранную комнату, да. Ну, это такое, не то что, не дай бог, вот оно было. К сожалению. Вот. И, окей, есть такой опыт, да. Дальше я понял, что, слушай, ну, хорошо, а что делать с периодом, когда ребенок вот только родился, от нуля до трех лет. Значит, в этот период, от нуля до трех лет, современная нейронаука говорит, что образуется до 87% всех нейронов в голове, и 13 лишь потом процентов. все оставшуюся жизнь. То есть, есть некий... Довербальный период. Довербальный период. Довербальный период, то есть, когда у ребенка нет речи, да. И в этот довербальный период есть некий вот коэффициент, ну, так можно сказать, построение связей в секунду, в минуту, не важно, да. То есть, то, насколько мозг впитывает информацию извне, да. И он отличается там в несколько, словно, сотен, сотен миллионов раз. Неважно, после того, что происходит с ребенком после трех-четырех лет. И получается, мы как бы спускаемся еще на уровень ниже. А что делать с этим? Что если я подавился молоком мамы в два, не знаю, в полтора года, и 10 секунд не дышал, вот эти 10 секунд в мой мозг и во всю мою организменную систему впитались с такой глубиной, которая отличается в сотни миллионов раз от любой, потом, какой-то, не знаю, стрессовой ситуации. И мало того, что это впиталось еще в меня, да. Встроилось. Встроилось. Встроилось, и еще слов нету, чтобы туда приблизиться. Ну, то есть, у меня, как у ребенка, нет слов в тот момент, когда это со мной случилось, чтобы сейчас об этом даже как бы к этому приблизиться, этим разобраться, да. И погружаясь еще дальше и дальше и дальше, я нашел сейчас исследование, они есть, ну, есть очевидные исследования. Значит, очевидные исследования, это про влияние микрофлоу оружия на принятие решений. Ну, то есть, мы можем спуститься на уровне лактобактерий, стрептококков. Там прям есть, да, через условно настроение. То есть, если у человека там сдвинутый микрофлор, у него пониженное настроение, пониженное настроение, значит, он решение более пессимистическое. То есть, понимаешь, мы сначала идем от мыслей, потом к глубинным убеждениям, потом к детскому опыту, который я помню, потом к сумасшедшему опыту, который записан в меня, который я не помню. Не осознаю. Не осознаю. Не то слов. Да, нет слов, чтобы его выразить. Он где-то в моем теле сидит, в моих каких-то бисцеральных структурах, да. Дальше я могу сказать, что, слушай, мы идем на уровень лактобактерий, стрептококков, то есть, на уровне кишечной микрофлоры. Значит, последнее, я вот летел, тебе тоже пришлю исследование на мышах. Было сделано, что брали мышь, значит, ну, такой ужасный, но в качестве эксперимента, да. Значит, ее били током и давали ей запах лаванды, по-моему. Вот. И потом, значит, ее дети уже в абсолютно нормальной среде, когда им давали этим мышонкам запах лаванды, у них случались там стрессовые реакции, которые были очевидно зафиксированы, да, на запах лаванды. То есть, условно, это, значит, мама передала эту информацию через эпигенетический вектор, механизм ребёнку, да, через гены, ну, по-русски говоря, да. И дети этого ребёнка тоже так же реагировали на лаванд. Третье поколение нет, да. То есть, на мышах сейчас там изучено как-то, что травма мамы передаётся ребёнку эпигенетически. Ребёнок не понимает, почему у вас штырят от запаха лаванды, просто от запаха, да. И детям их детей передаёт. Ну, то есть, мы ушли уже там минус три поколения. Грубо говоря, то, что было, условно, у моего деда, у моей бабушки. В тебе это в крови. Да. Да, в тебе это в крови. Причём понять это сейчас не представляется возможностью. Как будто это шансов. Да, потому что что мозг посчитал важным внести в вот эту эпигенетическую передачу, это может быть вкус хлеба, которого не было, запах огня, не дай бог, потому что там пожары какие-то были, да, или какую-то телесную боль, я не знаю. Ну, то есть, и вот мы как бы начали сверху, спускаемся уже там до минус двух-трёх поколений, и всё это влияет на как бы... На этот фильтр. На этот фильтр. Ну, да. То есть, я когда это понимаю, я понимаю... А как я начал это понимать? Понимаешь, как я начал это понимать, что что-то идёт не так? Я начал это понимать через физику. Через физику. То есть, первый вопрос, который я заметил... Вот, хорошо, мы сейчас будем подходить к слову «замечать». Да? Первое, что я заметил. Я заметил, что у меня высшее техническое образование, красный диплом технического вуза. Да? То есть, физика, математика, ну, как бы мой конёк был когда-то в прошлом. Но я стал замечать, что... Как я начал замечать? Значит, я... Ребёнок у меня рассказал мне про гравитацию. Ну, что-то он там в школе узнал. Вот, гравитация такой, блин, интересно, что-то... Ну, в смысле, я знаю, что гравитация – это что-то суперсложное. Во-первых, да? Ну, естественно, у меня есть самый мой умный друг, Чаджи Петти. Вот. Я его спрашиваю. Я говорю, слушай, что такое гравитация? Ну, гравитация – это сила вблизи массивных объектов, которые искажают пространство и время. Я такой, ну, окей. Значит, начал там Ньютон, потом подхватил Эйнштейн. Значит, дальше Чаджи Петти спрашиваю. Я говорю, а кто-нибудь знает вообще, как работает? Ну, то есть, почему мы на Земле не улетаем в космос? Как оказывается, никто не знает. Ну, то есть, на текущий момент нет объяснения того, как она возникает, почему и зачем. То есть, это вот, ну, как бы непонятно. Из гравитации и всё, да? Ну, вот она и есть гравитация. Объяснительная механика отсутствует на этом, да? Просто это есть. Есть какие-то модели теоретически, но никто до конца не понимает, почему эта гравитация есть. Ну, да бог с ней. Но. В этом... В определении там было сказано искривление пространства и времени. Значит, я думаю, что... Ну, я начал задать, что искривление пространства. Вот оно здесь, пространство. Как понять, оно как бы искривлено. Ну, что это такое искривление пространства? Ну, вот искривление пространства – это, по сути, что ты притягиваешься по-разному. На Земле, на Луне и там, на Марсе. Да, то есть... И это вроде как очевидно. Как как-то объяснить, как-то можно, да. Да, ну, это суперочевидная тема. Очевидная в плане того, что... Вот я тебе её говорю, она у тебя не вызывает сопротивление, потому что у тебя в голове какие-то фантастические фильмы, астронавты прыгают, как бы всё становится очевидно, да. Но когда я дошёл... До второй части. До второй части, что искривляется пространство и время. Ты такой, а что значит время? Ну, типа, а как понять, время искривляется? И Чарджи Петю мне сказала, что... Артём, посмотри, а ты вообще в курсе, что на Луне время-то идёт по-другому? Не в смысле солнечный день, а фактически. То есть, если 100 переместить айфон и айфон на Земле, они будут показывать разное время. И тут я начал как бы буксовать. Да, там, ну, минимальное отклонение, потому что там ещё действует гравитация Земли, а на Солнце уже побольше. А искривление времени. То есть, вот есть пространство и время. Вот здесь есть какое-то... Вот он, пространство и время ровное, да? Вот здесь есть сверхмассивный, ну, массивный объект, вот такой. Давай я сейчас сниму, чтобы это нас смонтировать вместе. Вот пространство. Вот здесь появляется какой-то массивный объект, вот такой. И вот оно искривляется. Пространство и время. Рядом с этим массивным объектом. То есть... Бля, ты просто вдумайся. То есть, рядом с Солнцем условно время идёт по-другому. Рядом, например, есть спутники GPS, да, вот по всему миру. Так вот, оказывается, эти спутники регулярно, так как они от Земли там на 300 километрах или на какой-то дальней орбите, там гравитация меньше действует, чем нас здесь. Так вот, на этих спутниках GPS время идёт по-другому, его подправляют. И этот факт для физиков, он вообще очевидно, они такие, типа, ну да, по-другому, ну, как-то удивляющийся, типа, да. Очень просто время идёт по-другому. Ну, а сверх, ну, например, там, вблизи чёрных дыр, там вообще по-другому, да. Да, там есть такое понятие, как горизонт событий, знаешь, нет? Да, горизонт событий – это то, та черта условная, из которой уже свет вообще не доходит, и там неизвестно, что происходит. То есть, ты не можешь знать, что за горизонтом событий находится. И вот если мы будем приближаться в чёрной дыре, то ты уже в чёрной провалишься, уже будешь лететь, разлагаясь там на какие-то молекулы, а там никто не знает, что там. А я по-прежнему буду видеть, что ты застрянешь здесь. А-а-а. Потому что свет оттуда не выпускается, он не будет выходить. И дети моих детей будут видеть ещё такого куаныша залетающего, а ты уже как бы там… То есть, вблизи чёрной дыры время, за счёт того, что она сверхмассивная, там время и свет оттуда вообще не отпускаются. То есть, там одна секунда равна, там, не знаю, ста векам на Земле. И для них это суперочевидный факт. Суперочевидный факт ещё в чём? В том, что… Что это Эйнштейн рассчитал вообще математически. То есть, у него не было ни телескопов, ничего. Он считал это на бумажке всё. Терриотносительность, да? К чему я вообще это говорю? Я так просто подробно об этом говорю по одной простой вещи, что я начал за ним замечать, что какая-то часть информации, я её логически понимаю. Ну, нет вопросов оспорить это, да? Но я чувствую, что я как бы в каком-то сопротивлении, понимаешь? И это очевидный факт. Это очевидный факт. Это такой же очевидный факт. Я начал его усугублять. Я начал прям усугублять. Как я его усугублял? То есть, дальше я гулял там по Барселоне, увидел эту майку с Эйнштейном. Е равно МС квадрат. Формула. Такой, а что такое Е равно МС квадрат? Ну, какие-то знания у меня всплыли. Е – это энергия. М равно масса, умноженная на квадрат скорости. На квадрат скорость. Свет. Скорость света – это 300 тысяч километров в секунду. Я вот так же состою и думаю, блин, а что, как бы о чём эта формула? То есть, энергия равна массе, умноженная на квадрат скорости света. Квадрат скорости света – 300 тысяч километров в секунду в квадрате, умноженная на массу – это энергия. То есть, если я беру слюну, там, 3 грамма слюны – это масса. Масса. 3 грамма слюны, умноженная на 300 тысяч километров в секунду в квадрате – это столько энергии содержится в моей слюне. Ай, хера себе. То есть, из-за того, что он маленькая скорость, поэтому непонятно. А по факту… А, это потенциальная энергия, да? Это потенциальная энергия в слюне. Нифига себе. Потенциальная энергия в слюне – это 3 умножить на 300 тысяч в квадрате. Там, дальше это джуоль или кило джу, я как бы не понимаю. Я задаю чат GPT, я говорю, чат GPT. А сколько надо слюны, чтобы землю пополам разорвать? Ну, типа, и он считает. И это выражается там в одном литре слюны, ну, условно. Чтобы всю землю расщепить. То есть, если взять слюну и перевести всю ее массу в энергию… Нифига себе. …в одном грамме слюны содержится 300 тысяч в квадрате там. И для них это факт. Это самая фундаментальная формула физики, которая доказана передоказана. Там нет вариантов, что это не так. Другое дело, что никто не знает, как переместить массу слюны обратно. Для этого используются там радиоактивные материалы, ну, типа, для атомных реакций. Там удалось им перевести какую-то минимальную массу, несколько грамм там урана, перевести в огромные. Там случаются ужасные взрывы, да. Но и в слюне это есть, просто никто не знает. И это еще как бы для них это такой же очевидный факт. То есть, типа, да, Е равно МС квадрат, ну, типа. И я понял, что я к этой информации, я ее тоже понимаю, я ее читаю, но я ее не могу воспринимать. И исходя из этого, у меня появилась очень простая, как бы, дальше гипотеза. То есть, если я не могу воспринимать настолько очевидную информацию, как физический факт. Очевидный принцип даже, да? Да. То сколько всего менее очевидного, ну, для меня, я вообще как бы не догоняю. Менее очевидного по любой сфере. И я понял, что я нахожусь в каком-то вообще собственном мире. Тотальном. И все, ну, то есть, вот, в сути, все, что я вижу, все, что я наблюдаю, все, что я думаю, может быть адекватно, но частично. Условно, да. И я понял, что даже непонятно, а как бы, а как подойти к тому, чтобы этот коэффициент искажения... Хотя бы был... Начать приближать к единице хоть там из 300 тысяч степеней приблизить к единице, потому что как будто бы все, ну, против этого. Ну, то есть, начиная от моих, там, генов, моей микрофлоры, моего раннего детского опыта, до вербального, моего вербального детского опыта, моих правил, тому, что меня научили в школе, того, что я усвоил, травм, вот это. Помимо этого, похоже, что есть еще, я тебе вчера рассказывал, мне кажется, уже будет интересно. Чувак, который 45 лет, там, чайка изучал, вот, был зоолог, я не знаю, по птицам. Он изучал чаек, значит, изучал он их в одном аспекте, как чайка видит мир, в частности, как чайка видит свою маму. Для этого он брал маленьких птенцов чаек, значит, и делаем макеты мамы, мамы чайки. И смотрел, как они туда, как бы, ну, вовлекаются в эту маму, да. Значит, начал он, естественно, с первого, ну, чучела, самое очевидное, то есть, да. Были, похоже на маму. Похоже, прям один в один. Как мы видим. Да, как мы видим. Значит, там, реакция вообще низкая. Значит, вот на протяжении, там, нескольких десятков лет он провел несколько тысяч или десятков тысяч вот этих итераций, там, из перьев, из проволоки, из дерева, длинную, короткую, маленькую, значит. И в конечном итоге нашел эту фигуру, на которую чайка реагирует, птенец чайки реагирует максимально вообще остро. Мы ее здесь тоже покажем. Это такой палка с красной точкой. Вот. И на основании этого он еще собрал там несколько-то биологов. И на основании этого он сделал такую гипотезу, которая сейчас находит достаточно много подтверждений. Он сделал предположение. Слушай, а похоже, что эволюционное преимущество имеет тот вид, который не приближается к видению реальности, как она есть, а сохраняет некий оптимум, насколько это возможно, упрощения. Да, не, ну то есть, как бы эволюция нас не приближает к восприятию реальности, а отдаляет настолько, насколько это возможно, чтобы мы выживали, чтобы мы не тратили время на сомнения и там, не знаю, какие-то дополнительные гипотезы, да. То есть, давай еще раз, смотри. Есть мои гены, в которых записаны какие-то поведенческие паттерны, реакции на какие-то химические вещества. Есть моя... Перинитальный период. Да, есть моя микрофлора. Есть довербальный период, перинатальный период. Потом взросление, стресс, травма, правила, обучение. Все это дальше такая эволюция еще говорит. Слушай, а давай-ка мы еще вообще эволюционно заложим механизм того, чтобы как бы мы видели реальность как можно проще. Дальше к этому добавляется сейчас доминирующая теория свободной энергии мозга, которая говорит нам о том, что наш мозг постоянно пытается делать прогнозы в будущее. Мы это каждый по себе видят. И дальше мозг, условно, страдает, если наш прогноз отличается от реальности. То есть, для мозга это является болью. То есть, есть реальность, есть модель в голове. Да, вот если они отличаются, мозг начинает страдать. Интеропия, да. Он начинает, ну, как бы для него это боль. То есть, мы эту боль чувствуем, ну, так, гипотетически, теоретически, в качестве, ну, эмоций. То есть, ты тоже, если у тебя есть ожидание от другого человека, он не соответствует, то это называется обида. Ну, вот если у тебя есть ожидание относительно себя, ты им не соответствующий, это называется, там, стыд. Ну, то есть, как бы вот эти механизмы сравнения. Так это я о чём говорю, что мозг все прикладывает свои усилия для того, чтобы снизить ошибку прогнозирования. Потому что для него ошибка прогнозирования – это достаточно такой сильный удар, потому что он ошибся с прогнозом, да. А наша жизнь связана с тем, что насколько мы эволюционно, насколько мы умеем строить эти прогнозы. Да, и дальше при ошибке прогноза, значит, мозг должен сделать две вещи. Он должен либо перестроить… Модель в голове. Модель в голове, восприятие твоё, либо подогнать реальность под этот прогноз. Пример, условно говоря, мне не нравится твоя одежда, или она должна в голове сесть, что это нормальная одежда, или ты должен… Или переделись. Переделись. Всё, полки, всё понял. И дальше получается, что перестроить модель в голове несопоставимо по ресурсо-ёмкости, чем подогнать реальность под своё мнение. То есть, легче поменять реальность, легче, чтобы ты переоделся, чем мне, я буду думать, что это нормально одежда. Или легче, ну, ты берёшь физический объект, можно взять психический объект, да, если, например, у человека есть идея, что деньги достаются тяжело, просто, ну, такая попсовая формальность, да, то мозгу легче подгонять реальность под эту идею. Тяжело зарабатывать? Тяжело зарабатывать, ну, тяжело двигаться, много работать. Я не говорю, что это плохо, я просто сейчас как пример, да. Чем согласиться с тем, что эта мысль может быть ошибочна, потому что это, если эта мысль ошибочна, надо перестроить картину мира. Всё нужно пересмотреть, да. Поэтому, если ты встречаешь какого-нибудь супергения, который на Валбересе продаёт красные ниточки, не знаю, буддистские на миллиард, условно, да, ты его либо не встретишь вообще, ну, то есть, ты даже не посмотришь в его сторону, мозг поймёшь, что сейчас вот этот человек может твою картину мира сломать, поэтому, как бы, он даже не попадает в твое поле зрения. Ну, если ты его посадишь на стол, вот смотри, сейчас мы это всё свяжем, если рядом со мной сядет человек, берём тему денег, просто как одну из таких, вам понятно, да, у меня есть убеждение, деньги достаются только тяжёлым трудом, надо много работать, если я не буду работать, то деньги остановятся, ну, то есть, условно, пассивным путём они приходить не могут, ну, какой-то набор убеждений, да. Вот рядом со мной садится человек, который где-то продаёт ниточки, гипотетически, на миллиард рублей, значит, мой мозг сейчас должен решить две задачи, значит, задача номер один, у него развилка такая, значит, он должен либо взять все мои вот эти убеждения и переконструировать их, что в целом, что в целом, а эти убеждения – это часть моей личности, это же как бы не нечто, что я в руке держу, такой, а, ну, пожалуйста, взял другой пакет, нет, это я и есть, либо я должен мир подогнать под свои идеи, то есть, перестать с ним коммуницировать, начать на него агрессировать, обесценить, обесценить, снять разоблачение там, заявление написать, хейтить, но, а он-то сидит, вот, он, посмотри, вот, он на каждом аргумент может приводить мне факты, факты, да, и вот у мозга два выбора, и дело в чем, в том, что, условно, если этот процесс не связан с моим выживанием, то перестройка картины мира, она, ну, типа, она не очень оправдана, то есть, мне проще сказать, слушай, ты что-то придумал, вообще фантазер какой-то, и уйти, повезло, повезло, или, ну, повезло, это я еще должен согласиться, что у него это и есть, да, то есть, я такой, блин, да ну, шляпка какая-то, и ушел, да, если бы от этого зависела моя жизнь, от его картины мира, у меня бы началось что-то там, ну, меняться, так вот, смотри, что я стал, как бы, понимать, я стал понимать, что у нас есть с тобой, с вами возможность начать это замечать, так же, как гравитацию, начать замечать что? Начать замечать то, как мой ум начинает сопротивляться восприятию каких-то фактов или какой-то реальности, которая противоречит моим убеждениям, просто замечать, потому что, если я это не замечаю, то я становлюсь подобным каким-то шизоидом, который носится и всем доказывает, что все в ней этой энергии нет, ну, она там есть, или что время не искажается, но оно-то искажается, и, а? Да, я просто хочу, ты, кажется, писал, я хочу прям это слово, ты делаешь, ты это, как бы, классно, это дело, замечать, то есть, замечать, то есть, наша, за наше восприятие мы должны бороться, вот что я понял, то есть, наше восприятие, это не что-то, что нам дается легко, восприятие имеет беззаскажение, надо стараться, надо прям за него, как бы. Просто так не получится. Да. Я помню, ты, кажется, писал, я прям очень красивая была, там, формировка, я хочу прям, типа, замечать, тогда у нас есть шанс что-то с этим делать. Вот. Если мы начали это замечать, у нас появляется шанс что-то с этим делать, да, то есть, не начинать бегать и доказывать, что гравитации нет, или что энергии в слюне нет. начинать это замечать. Прямо так. И дело-то в чем? В том, что если я начинаю это замечать, то я становлюсь, ну, условно независимым. Сейчас объясню, то есть, типа, что поменялось, что поменялось, если носки были черные, то теперь почему джинсы кажутся странными, старые, да, потому что в старой моей парадигме у меня была достаточно сильная уверенность в том, что мы можем взять что-то в тебе, во мне, что-то под что-то, я понимаю, какую-то конструкцию, которая скажет реальность, например, глубинное убеждение, а со мной что-то не так. Взять и его нейтрализовать, то есть, его нейтрализовать благодаря научным техникам, благодаря чему хочешь. То есть, вот взять, как бы, как-то его пересобрать и убрать, да. Сейчас я понимаю, что похоже, кроме как расширить свою осознанность так, чтобы увидеть это явно и просто не действовать на поводу, ну, у этой иллюзии в голове, даёт нам шанс иметь искажение вот этого коэффициента, ну, по минимуму, да. То есть, не выковырять, потому что то, в какой глубине в нас эта фильтрующая система имеет эти искажения. Достать это? Ну, хорошо, я достал мысли, отследил, оспорил. Хорошо, я изучил свои правила, изменил. Хорошо, я даже дошёл до глубинных убеждений. А дальше? Я даже нашёл детские ситуации за глубинных убеждений. Хорошо, всё, 2-3, там, 2,5 года. Что дальше мне делать? Что мне делать с ситуациями, которые были в довербальном периоде? Мы даже это нашли. Да. Вот сегодня мы поедем с тобой туда, да, на эту практику. Мы нашли даже, что можно делать с этим опытом. А дальше есть эпигенетические, ну, то есть, и дальше есть ещё что-то, и ещё что-то, и ещё что-то, да. И моя текущая реальность, которую я хотел зафиксировать вот на этом подкасте, на текущий момент, что сам себе остановись, проработка. Ну, всё, хорош. Нет варианта... Проработаться. Проработаться. Не потому, что методы не работают, они отличные. Их миллионы, я изучил сам, штук 400 только, да. Они гениальные. Но, похоже, там конца как бы нету. Но мой уровень осознанности, если я этим занимаюсь, то есть, я... А что значит осознанность? Это ответ на вопрос, что сейчас происходит? Что я сейчас делаю? Что я чувствую? Что происходит? Вот на уровень осознанности я могу влиять свой. И, значит, я могу замечать, как у меня искажается восприятие, когда я соприкасаюсь с чем-то, с чем я не согласен. Будь то с гравитацией или с убеждением, что деньги достаются. Дальше это заметить. Как только я это заметил, это значит, что я стал больше, чем это. Ну, потому что если я это не замечаю... Иначе не замечал бы, да. Да, если я не замечаю, я внутри этого, да. Если я это заметил, значит, я нечто большее. Если я нечто большее, значит, я могу вот это взять, ну, словно, отодвинуть в сторону и продолжать смотреть и действовать без поправки на это. Вот как пример с гравитацией, да. То есть, осознавая. Вот я же осознаю, что я не понимаю это. Мне не хватает не знания. Не знаю, что мне не хватает. Просто вот какого-то опыта воплощенного. Почему я не могу в это врубиться? Ну, потому что вот мой опыт на Земле говорит, что вот часы у нас с тобой одинаковые. Мы с тобой договорились, 15 минут в третьем. 15 минут в третьем. У тебя одинаково. У меня одинаково. Но если бы ты был на солнце, там были бы другие часы. У меня это не ложится. Но осознавая это, я просто убираю это и не пытаюсь оспорить ньютоновскую теорию. Понимаешь? Я вот записал один раз твоих слов. Все изменения начинаются с осознавания. Дальше мы с этим можем что-то делать. А осознавать это увидит объективную реальность. Это в себе. Мы способны управлять только тем, что осознаем. А то, чего мы не осознаем, управляет нами. Да. Вот. И остается вопрос. А что, как бы, как нам тренировать эту осознанность? Не знаю. Это то, что сейчас является предметом моего интереса. Моего интереса, моего изучения. И моя четкая сейчас тоже убежденная, что нет какого-то процесса, который вот сегодня может начаться и через три недели закончится. Ну, в смысле, что мы нет. Похоже, что это каждый дневный, каждый недельный, каждый трехдневный процесс по возвращению себе вот этого луча осознавания через, будь это молитва, будь это нахождение в тишине, танцы, я не знаю, каждому свое. То есть, где я чувствую, что со мной происходит. И когда я начал это пытаться делать, меня это повергло в шок, потому что я достаточно долгое время не мог понять, типа, просто, что я кушать-то хочу. Не в смысле? Чем заняться в жизни, да? А покушать что? Ну, сосиску или яйцо я хочу? Я не знаю, я не чувствую вообще, да? Отсутствие чувства тоже чувство. И я понимаю, что у меня есть осознавание к тому, что я не чувствую. Да, вот осознавание, осознанность, осознанность. Вот такая мантра. И я стал замечать, каким невежеством я имел свойство невежества, обесценивая или не впуская в себя что-то, что, как бы, не ложится в мою картину мира. Да? Хотя там, может быть, ну, то есть... Скрыто столько мудрости, да? Ну, и столько и чуши тоже. Ну, то есть здесь не надо, как бы, что там бреда, ну, человеческий мозг выдает такое количество бреда бесконечного, да, что там надо очень смотреть все-таки, что мы впитываем. Но мое мнение сейчас в том, что степень сложности вот этой фильтрующей системы, он такой, что... Ну, сейчас у меня вызывает смех, в основном, такой внутренний, что если я приду и скажу, Каныш, ты как психотерапевт, ну, наладь-ка мне эту фильтрующую систему. Ну, вы чё, шутите? Ребят, а как? Ну, в каком-то верхнем уровне там, ну, хорошо, давай там... Ну, автоматически давай. Ну, что-то там поразбираемся, да? Ну, похоже, кто этот бантик завязал, тот его должен развязывать. Это прям... Кажется, это прям... Это прям, кажется, точно формировка, да? Вот. И тут надо задать вопрос, а кто его завязал, да? То есть, первое осознавание, ну, первый уровень осознавания, что как минимум я понимаю, что ни ты не завязал, ни я, я сам его завязал, да? А потом, возможно, я не сам, а как-то кто-то там и гораздо больше, чем я. Ну, так пусть он развязывает на всех уровнях. Артём, я, кажется, об этом хотел сказать. Да. Вот. В текущей реальности, в текущей реальности, и учитывая там, как интенсивно я проходил этот год с тобой благодаря... Из-за того, что я этногенетически как бы мусульманин, я там практикую молитву с 12-13 лет, если не ошибаюсь. Только к этому возрасту я понимаю, что я лимитирован, что я, условно говоря, раб божий. Да. И это прекрасно. Иначе я бы сошёл бы с ума. Потому что всё, что ты говоришь, если попытаться это самому сделать, ничего плохого в этом нету. Я очень рад, как бы, вижу людей, которые там пытаются им сделать, и это классно, как бы, ну, дай бог у них получится. Но я сейчас в такое принятие, которое ты сказал, говорил, я вот недавно там другому человеку, как бы от тебя говорил, ну, вы вернули меня к богу. Да. Бог так, как такое, моя жизнь всегда фигура была. И я как-то номинально, что это как бы манил, заделал. Ну, в текущем моменте, в текущей вот отрезке жизни, прям, я в том состоянии уже понимаю, что... Как ты сказал? Пусть тот, кто завязал себе бантик, развёшь. Развёшь. Да, у меня нет... Нет. Какая-то... Контр-аргумента, чтобы, знаешь, сказать, что нет. Потому что... Я говорю, видя сложность... Знаешь, что есть вот... Это и плюс, и минус, да? То есть, словно сильный интеллект. Сильный интеллект просто в силу физиологии мозга, да? Что как бы сильно аналитические возможности мои, в том числе, да? Потому что всегда всё было построено вокруг мозга, да? Вот сейчас мне мозг, слава богу, я могу понять обречённость идеи самому с этим разобраться. Или с человеком, который мне придёт, скажет, блин, я сейчас вообще вот всё налажу, да? Значит, окей, а как ты будешь мне лаванду эту из генов убирать? А вдруг этот запах? Просто, ну, как бы запах, который у меня вызывает патологическое напряжение нервной системы, это причина. Ну, не мои мысли, как бы, а вот запах, который мне передался. Потому что когда-то там был пожар, и теперь, когда дым пахнет, у меня запускается реакция «Бей, беги, замри», не знаю, да? И я начинаю себя неадекватно, ты с этим что будешь делать? Ну, вот ты как специалист. Похого знает, не знаю, вот. Но! Среди этого всего, и продолжая читать и смотреть какие-то исследования, я вижу, что даже если мы уберём сейчас вот супер, как бы, надсистемный какой-то вопрос, что, похоже, моё тело, мой ум, моя психика, она стремится к такому самоисцелению, да? И сейчас потрясающе смотрел исследования по поводу сна, что вот эта фаза, да, фаза быстрых движений глаз, когда идут сновидения, да, что, ну, по сути, что имитирует EMDR метод ДПДГ, да, суперэффективный, что мозг это вообще всё сам делает. Вот он делает, кстати, значит, оказалось, что в момент этих движений глаз полностью выключается производство кортизола во сне, когда глаза двигаются, чтобы все травмы, условно, мозг вспомнил, переработал, безстройство, мозг вообще, он старается, он прям... Бедный. Да, он старается, он старается всё как бы развязать, все возможные бантики, узелочки, спазмы, да, но похоже, что мы с своей вот этой вот как бы мозговой нагрузки, нагрузки на мозг через мысли, через направление внимания на то, что вообще несущественно, ну, вообще несущественно. Вот сейчас, я не знаю, это когда ролик видит, там, если комментарии там будут какие-то, тут можно посмотреть на... о том, о чём люди думают. То есть, вот, что человек сейчас взял и в комментарии, например, возмущается, почему я не на казахском языке разговариваю. Ну, ребят, я не могу на казахском языке разговаривать, но тот, кто возмущается, да, он же взял своё внимание, свою энергию вложил в пальцы, напечатал. И вот я в том числе, я начал просто замечать, как много мы делаем, ну, да, ненужных вещей. Вместо того, чтобы сесть, открыть Коран, я не знаю, или помолиться, или посидеть, ничего не делая, но ничего не делая в хорошем понимании слова, дать возможность моей системе на всех уровнях, на уровне мозга, на уровне тела, на уровне, там, энергии, просто, чтобы всё вернулось, ну, вернуть себя себе. И первый шаг на этом, начать это подмечать. Вот, и мне бы хотелось вот эту вот идею зафиксировать, да, я не знаю, каким способом, да и не надо знать, как бы, всё само развяжется, да, если мы выделим время, место, и от себя отстанем, и начнём, как бы, ну, в доверии к нечто, к нечто высшему, пусть это будет моё бессознательное, Бог, энергия, космос, сдадимся к тому, чтобы, как бы, это нас подровняло, да. Ну, ну, я пока не могу комментировать, это прям, знаешь, это вот так сильно отражает мою текущую реальность, и мы-то вчера с тобой обсуждали, иногда бывает, вот, то, что ты сейчас говоришь, это вот вербально оформленное моё состояние, и я сейчас пока ничего не знаю, что делать с этим, ну, то, что ты подсказал, реально, это вот быть в принятии, я прям хочу себе, в первую очередь, напомнить или пожелать, чтобы у меня хватало терпения, смотреть на то, что меня мучает, да, похоже на то, что я с этим мало что могу сделать, есть, конечно, панишка ТЭПК, может, ДПТГ сделать, это окей, да. Да, мы не говорим сейчас про то, когда палец сломан, или когда у человека острый стресс, там есть техники, которые облегчают, конечно. Ну, вот в состоянии, вот, и пока, о чём, вот в этом подкасте я хочу, я тебе в глаза много говорил, я хочу, как бы, действительно, искренне от себя поблагодарить, что ты есть в моей жизни, и я вот после аварии, ты говоришь, что 10 минут, это очень воспринимается, я за полтора часа, там, клинической смерти, много что, там, пересмотрел, я понял, что я вообще, как бы, не умею благодарить, вообще не умею благодарить, не то, чтобы просить прощения, вообще не умею благодарить, если не ошибаюсь, я был первым человеком, который я после аварии, в целом, благодарил, да, и я вот понимаю, что благодаря тому, что и ты, самое интересное, тот человек, который самый меньше мне советов давал, то есть, как бы, у меня много других людей, которые советов давали, там, в начале, как бы, всех моих хороших, своих каких-то странных и, очевидно, тупых начинаниях, ты был рядом, я хочу поблагодарить, и я, прям, хочу себе, там, тоже напомню, что, это мудрости, когда быть рядом, вот этого, конечно, наверное, хватает, да, быть рядом с человеком, когда он сам исцеляется, сам познаёт мир, хочу пожелать себе этой мудрости, как бы, к сожалению, его нету, надеюсь, точнее, не было, надеюсь, и приобретаю, и, прям, то, что ты говоришь, да, так, просто смотри, и, на самом деле, столько нужно, как будто, казалось бы, ничего не делать, это, типа, от тупости, от лени, от неумения, а на самом деле... Это суперсложно, суперсложно, я на себе это испытывал, и... Я начал наблюдать, вот, как ты правильно говоришь, парадоксальное для меня того, но сейчас я понимаю, что это самое важное, да, то есть, я, для меня это была концепция очень сложная, то есть, вот, человек приходит, и ему плохо, и у меня, у тебя, естественно, необычное, ну, как бы, желание, что-то ему посоветовать, типа, иди, если тебе плохо, купи таблетку, или запишись к этому специалисту, или вот сделай, сделай, сделай это, 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 а потом я понял, что, ну, как я это понял, я когда вот с, там, с гриппом сильным лежал, ну, прям, вот, очень плохо было, и мама мне позвонила, я говорю, как она, как дела? Я говорю, ну, вот, грипп. Она такая, так, сейчас я тебе пришлю рецепт от моего бывшего врача, значит, сейчас давай, надо в аптеке купить это, я лежу, я понимаю, что каждое ее слово, оно, да, оно, оно вообще, ну, потому что я знаю, как вызвать врача, я знаю, как бы, все, что мне нужно, это некая опора, ну, условно, чтобы я от нее оттолкнулся и сделал дальше сами действия, потому что я их понимаю, я все понимаю, да, но мне просто нужно, чтобы кто-то побыл рядом, да, и дальше я полностью перестроил свою такую внутреннюю этику относительно, там, советов, ну, то есть, если я, если у меня совсем, как бы, хочется посоветовать что-то, да, я человеку могу спросить, это вообще, как бы, нужно сейчас слушать, это, ну, может быть, интересно или нет, так вот, 90% людей говорит, нет, ну, то есть, мне вообще сейчас совет не нужен, мне просто нужно, чтобы меня выслушали, выслушали не просто ушами, а выслушали, ну, на каком-то там глубинном уровне, да, как мы с тобой знаем, не в теории, на практике, то есть, человек выслушан и исцелен, человек выслушан на глубинном уровне, исцелен на глубинном уровне, да, и я сам это стал наблюдать, для меня это пока необъяснимая вещь, для меня есть сейчас две необъяснимые вещи, которые как гравитация, значит первая вещь когда я перестал бороться с навязчивыми состояниями возникающими навязчивыми плохое слово где вчера рассказывал да что у нас есть сети памяти в которой заложены травматичный опыт но по сути некие убеждения на человеческом языке да там со мной что-то не так я брошу ни один у меня ничего не получится я вообще никому не нужен там набор содержится в нейронах вот и эти мысли они могут возникать под влиянием каких-то триггеров то есть кто-то что-то сказал и человек запустил процесс мышления но так вот оказалось что эти сети памяти они делают эту спонтанную активность даже если проработан даже если проработан да то есть есть такая тема называется специализация нейронов то есть в нейроне записан этот опыт даже если он проработан ну как бы очень теоретически можно понять как он проработан там есть этот опыт вот для того чтобы клетка же не знаете плохой или хороший опыт чем он отличается этот опыт от того что ты умеешь жевать ничем по сути ну то есть это что то опыта какой-то полезный приспособительский результат опыт для жизнедеятельности важно важно да ну растут раз он записался он важный вот и клетки мозга оказывается спонтанную активность то есть они периодически оживляют эти эмоции эти ощущения чтобы клетка метаболизм что в ней происходил я к чему говорю потому что даже если мы сейчас сядем в идеальные вообще в идеальном мире в идеальном мире где нас никто не трогает где нам все приносит еду какую-то вкусную сам никто не разговаривает у нас только комедии мы смотрим да то вот эта спонтанная активность у нас будет случаться то есть все равно да все равно я почувствую себя брошенным все равно что-то я случайно и моя то главная идея как бы вот что что у меня сейчас не я не понимаю я не понимаю двух вещей но их понимать не надо то есть вещь номер один что похоже что если ты просто находишься в контакте с этой спонтанной активностью или с любой другой активностью будь это следствием какого-то триггера или ситуации или самом если ну то есть вот начал бомбить от тревоги или начала бомбить от стыда от вины от гнева от страха там ну какие-то эмоции да вот оказывается похоже с ними можно ничего не делать то есть ничего не делать просто просто не просто но просто за ними наблюдая осознавая что ты как бы ну что ты больше чем это да это не ты да да что это в тебе есть да что это какого его причины непонятны потому что они могут иметь уровень глубины эпигенетические там такое что не надо разбираться почему тогда тоже разборничаю не дает а вот ты за этим наблюдаешь а потом это также кончается это первое то есть я испытал я зафиксировал факт то есть раньше было как начинается что-то и есть очень резкое желание от этого избавиться да дальше в зависимости от осознанности и опыта от этого можно избавиться пойти к психотерапевту но что-то такое бы условно полезно или там начать пить играть но уйти в какие-то по что-то другое в сериалы там неважно что просто не быть с этим вконтакте да но по сути вытесняет куда то есть ну-ка куда-то это деть так вот оказалось что если за этим наблюдать и не быть с этим в борьбе тут просто исчезает пишет такой блин а как понять вот отпустила но то есть вот пришло тревога прямо вот страх и закончился и все встал пошел да это первая тема и 2 это как легчает когда тебя никто не пытается поправить изменить внести в тебя правку совет как это реально легчает ну то есть и мой мозг здесь просто уходит стороны я не понимаю механизм этой работы причем человек ну вот как мы видели это даже без слов может происходить да то есть просто говоришь выслушали тебя от сердца эти отпустил полностью на всех вообще уровнях физические психоэмоционально гормонально я не знаю и чего вот поэтому посмотрим что будет через год но пока подведя итог я могу сказать такое что мир фильтруется сто процентов то в какой пластей этого мира нахожусь вот это мир опрыгания зависит от моей от фильтрующей системы попытка выправить эту фильтрующую систему после определенного количества базовых каких-то проработок психотерапии обречено на неудачу все невозможно все я за психотерапию ну пусть это будет ограниченная 500 часов у вида или 15 или 20 30 40 100 часов да но все дальше нет потому что глубина на которую можем давали вот это осознанность такая она бесконечно то есть вот я сейчас хочу как я понял для себя то есть не пытаться заменить осознанность психотерапии все терапии до одно осознанно скачать любом случае нужно да и такая да да то есть смотри что дает что дает проработки или психотерапия они дают чуть-чуть я вот именно слова скажу чуть-чуть а я имею право об этом говорить потому что у меня 4000 часов психотерапия я как бы ее хорошо знаю она дает чуть-чуть возможности не улететь в трубу неосознанность но здесь ключевое слово чуть-чуть она не дает фору да не дает фору поэтому какой-нибудь буддийский монах который просто полгода думает ощущать губу но не думает старается ощущать пространство над верхней губе тренируя концентрацию внимания и потом имея такую концентрацию внимания видят иллюзию своей голове телесные спазмы да он в большом форе по сравнению с со мной да потому что он то есть понимаешь я как бы я пошел зашел не в ту дверь говорит сюда пошел немножко не тем путем то есть я пошел исходя из позиции борьбы борьбы с глубинным убеждением борьбы с искажением борьбы с про телесными спазмами борьбы достань раскрути разверни с ними спазм залечи и этот опыт борьбы плодил еще больше борьбы ну то есть вот все я просто увидел ограниченность этого ну то есть и я увидел другой путь который который я стараюсь как и вопрос гравитации от него открещивался не может такого быть то есть не может такого быть что если просто просто но не просто это осознавать не давать этому место обнимать этот страх стыд вину не бороться с этим а просто как бы обнимать это то это перестает оказывать влияние на твою жизнь то есть ты понимаешь да ботинок до жмет но в целом ты нет ботинок ты не эта боль в пятке ты не что как бы что это осознает ну хорошо значит и просто ты идешь дальше там да вот это конечно для меня лично сдвиг парадигма хотя для кого-то это вообще супер очевидный факт для меня это случился потому что вы разговаривали очень такую для меня очень такой очередной раз такую интересную идею сказал что ну это в терапии очевидно факта то есть как бы она психа есть как бы разная сфера да есть внимание ощущение восприятие потом память мышление воображение речи там эмоции характер и воля дискала очень крутую историю по наш как бы ну по факту мы можем пролить только двумя вещами да по факту в теле и в себе это дыхание наше и внимание все остальное если тебе не могу кровоток не могу так не могу и на похоже на то что нужно акцентировать к сконцентрироваться на этом услуга на дыхание понятное дело тогда может быть 2 это качайте свое внимание это осознанность и есть наверно да и осознанность на то что где вниманием где мы можем быть может быть внимание мы можем в мышлении у меня не можем и ощущение как при интеллектуальных характерах эмоциях и вен и то есть да конечно то есть осознанность она о чем говорит она о том что есть некий луч вот этого внимания этот луч имеет какие-то характеристики ну то есть типа пятно контакта и время удержания этого пятна до объем до объем ну вот и этим пятном я могу как-то внутри себя взаимодействие поэтому когда например кто-то начинает на меня агрессировать или я чувствую что я закипаю из-за какого-то триггера вот если у меня это пятно и контакт с вниманием очень маленький я как бы ухожу на поводу своих телесных реакций эмоциональных реакций если у меня внимание широкая да я понимаю что она слушала час чувствую как живот спазмируется я вижу сейчас запускается паттерн потому что человек похоже на мою учительницу него сильно там да еще кого-то и не я вообще туда не хочу идти я еще четко понимаешь что я как бы не хочу вот этого не хочу да хочу туда да и без и посмотрим что будет через год спасибо тебе большой арте очередной на самом деле вот я не прошел значит идентификацию ютубера пока я не особо понимаю кто такой именно в этом формате и пока youtube канал для меня такое-то место где и я всех людей которые смотрят я понимаю многие случайно зашли до или там ноги порекомендовали это вот я их воспринимаю как людей которые тоже что-то с собой делают это очевидно не те люди которые там просто там после определенного развлекательного контента зашел сюда дай поэтому с огромным уважением к вам огромным благодарностью первую часть что вы занимает собой актим не помню перед разговариваешь я рад и благодарю тебе за то что ты собой занимаешься я тоже хочу поблагодарить и понимаю что может быть не совсем там в контексте вашей текущей реалии может быть наш подкаст но действительно у меня не было идеи вам что-то советовать поколению меня артем наверно он со мной разговаривают там не было идеи что-то исправлять не было дедой критиковать это пока мы делимся по крайней мере артем делился тем что у него есть я обычно отстаю от него года на три вот обычно поэтому наверно через три года разница будет поменьше поэтому спасибо большое спасибо большое от 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 изо всех тех людей которые здесь потому что комментария тоже много благодарность было да и вот человеческим языком как бы он такого голосом благодаря тебе дай бог следующий год у нас будет наше десятилетие чтобы знакомы и да и этой связи и дай бог может быть какую-то интересную историю замутим давай посмотрим что останется кроме носков и штанов странным и не странным посмотрим что изменится в мировоззрение восприятие пока так спасибо что все 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 все